Гумаласары Упраздненной деревни на территории города Пушкина История В 1779 году часть земель деревни Гумаласары была выделена под строительство города Софии. Согласно топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга и Ф. Шуберта 1831 года, деревня называлась Гумаласары и состояла из 20 крестьянских дворов. В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она записана, как деревня Хамаласаири и указано количество ее жителей на 1848 год. Ингерманланцев-Савокотов 47 метров П. 42 Ж. П. Всего 89 человек. Согласно топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губернии 1860 года, деревня называлась Гумаласары и состояла из девяти дворов. Через деревню проходила дорога из Царскосельского и Катерининского дворца в Павловск. В 1885 году деревня называлась Гумаласары и насчитывала 10 дворов. В 19-е начале 20-го века деревня административно относилась к третьему стану царско-сельского уезда Санкт-Петербургской губернии. По данным 1933 года деревня называлась Гумаласары и входила в состав Терлевского сельсовета Ленинградского пригородного района Ленинградской области. Современность. В настоящее время исторический район застраивается элитными малоэтажными строениями. Одной из основных достопримечательностей Гумаласар является детская деревня СУС. Память по деревне Гумаласары называется Гумаласаровская улица Павловски. Ранее она была Гумаласаровской дорогой, поскольку вела сюда фото.